хочу показать как отличать моноциты и большие лимфоциты это иногда бывает сложно начинающим лаборантам а принцип довольно прост ну во первых помимо того что ядро у них совершенно разного моноцит она более воздушная у лимфоцита более плотная это первое на что обращают внимание а второе у лимфоцита имеется перенуклеарная зона перенуклеарная зона просветления которая нету у моноцитов у них будет цитоплазма однородного оттенка и вот книжка 62 года где в общем-то и описывается за счет чего получается такая особенность этой краски сейчас в интернете уже не встретишь этого объяснения вот я хочу показать то есть в любой клетке существа существует так называемая строма как и у всех живых существ есть скелет так и у каждой клетки нечто нечто подобное скелету на котором нанизаны органеллы в клетках имеется такая сеточка которая у моноцитов срощена с ядром и краска получается равномерно окрашенная а у лимфоцитов она стоит немножко немножко дальше от ядра вот сейчас как это написано в общем то тут уже все прочитали протоплазма моноцита по структуре сходно с протоплазмой больших лимфоцитов и обладает нежной базофильной сеткой переходящей на ядро и потому не образующей перенуклеарной зоны и по лимфоцитам написано протоплазма ну как она окрашивается какие оттенки у если говорить о нормальных лимфоцитов лимфоцитов то конечно там это и никакой зоны видно не будет потому что у них собственно и саму цитоплазмы нету а вот именно сложности дифференциации моноцитов и именно больших лимфоцитов я имею ввиду и вот дальше имеет выраженное сетчатое строение но сетка вокруг ядра в эндоплазме менее выражена вследствие чего менее интенсивно или вовсе отсутствует окраска и вокруг еда ядра образуется светлая зона так называемая перенуклеарная зона я еще добавляю тебя просветление еще и называют и вот как это выглядит вот здесь маленький лимфоцитик естественно тут никакой перенуклеарной зоны видно не будет и в общем то на этой фотографии видно разница только структуры ядра вот эта книжка откуда я сфотографировала вот типичный представитель с перенуклеарной зоны вероцит цитоплазма окрашивается с усилением рисунка к периферии клетки вот здесь в центре это не лимфоцит это нормоцит эритроцит с ядром слева там резкость плохая я даже не буду увеличивать моноцит вакуализированный тоже это нормоцит это не лимфоцит видно это в микроскопе конечно более понятное и уже то спутать невозможно если пару раз человек увидит это вживую вот четыре моноцита и видно у них собственно как выглядит окраска цитоплазма вакуализированные два моноцита я в общем то это объяснила а уже когда в микроскопе клетки берут перед глазами уже это будет понятнее то что я хотела сказать тут опять лимфоцитик маленький вот в таких лимфоцитах уже видно перенуклеарная зона просветление но тут просто на фотографии и не видно если микровинтом подвигать то это будет видно